Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие и уважаемые подписчики. Немножко непонятно, да, что мы сегодня будем готовить. Это рис, 300 граммов риса. Я его хорошенечко помыла и залила 150 миллилитров воды, добавила сюда. И перед вами вот агрегат, который стоял уже у нас, не знаю сколько, это с Израиля. Саша привез там на праздники, дарили вот такие кухонные, как комбайны. И он очень, между прочим, хороший. Посмотрите, ну это такой вот измельчитель большой, видите? И вот сегодня с помощью этого измельчителя, пришло время испытать его, я перебью вот этот рис с водой, я получу сейчас рисовое пюре. Зачем? Ну, немножко потерпите. Все, пюре здесь, давайте включать. Пусть измельчает. Это на первой скорости, смотрите как, уже кашка такая. Можем добавить. Я думаю, достаточно. Сейчас мы проверим, что у нас здесь получилось. А у меня стоит эта штучка, а я не пользуюсь, как коктейль. Смотрите. Сейчас я возьму ложку. Самое главное, чтобы не было крупинок. Ой, какие тут крупинки. Смотрите, молоко-молоко. Это на ложки, вот чуть-чуть сейчас. Вот, смотрите, просто пузырики. Так, сейчас я попробую на... Нет, еще немножко. Еще пусть немножко поколотит. Чуть-чуть чувствуется еще рис. А мы варить его не будем. Нам нужно, чтобы рис вообще не чувствовался. Так, я остановила. Добавляю сюда пол чайной ложки соли. И добавляю... Я сделаю, наверное, немножечко не совсем сладкое, поэтому добавляю столовую ложку вот такую вот сахара прямо сюда. И добавляю три яйца. Чем удобно, что это как машина, как комбайн получается у нас. Все. Три яйца разбиваю прямо туда. Еще раз хочу сказать, что это не реклама. Это так получилось, что подарили моему Саше такой агрегат. Это все можно сделать вручную. Ну, кроме того, как перебить рис. Ну, я скажу, что рис можно отварить, больше воды добавить и просто перебить погружным блендером. Будет то же самое. Но я использую сырой рис. Так, и сейчас я включаю и пусть это все перемешивается. Так, и сейчас я добавлю сюда где-то 50 миллилитров растительного масла. Так, ну что, теперь я еще раз открываю и смотрю. Вы часто меня спрашиваете, мое отношение к технике, вот кухонной, ко всем девайцам. Ну, положительное, конечно, если у вас есть на кухне место, куда это все ставить. Вы видите, у меня работает этот агрегат, а я занимаюсь своими делами. Так, сейчас я посмотрю. Смотрите, какая структура вообще просто. Сейчас вам вот так вот посмотрю. Видите, как будто молочко. Видите, на ложке. Пробуем наличие крупинок. Ммм, ой, какое вкусненькое стало. Ммм, как рисовая кашка. Я думаю, достаточно. Сейчас я буду переливать это все в миску. Верчу, верчу, думаю, ну как же оно снимается, ну как. Оно, боже мой, просто, просто поднимается вверх и все. Ничего крутить не надо. Ничего. Единственное, что в этом агрегате, здесь вилка не подошла. Она вроде европейская, но здесь была широкая. Ни в одну розетку не влазит. А так, так что спасибо большое руководителю, что подарил такой агрегат. Вот, отлично все получается. Сейчас вот увидите, я перелью сейчас эту массу сюда. Смотрите, какая красота. Точно так же можно все сюда забросить и сделать тесто для блинчиков, для оладушек добавить, смотря какая консистенция. Так, красота. Так, продолжаем. То есть у нас здесь рис, вода, соль, сахар и три яйца. Но понятно, что чем мы пробуем густоту теста? Половником, да? Вот смотрите, понятно, что чуть-чуть жидковато. Хотя можно попробовать. Я добавлю сюда сейчас столовую ложку крахмала. Кукурузного, картофельного, не важно. И немножко постоит, и мы будем с вами жарить блины. Правильно, рисовые блины. А то все как крутит, как вертит, а что готовим не сказала. Рисовые блины. Вот, даже без горки крахмал. Перемешиваем. Если у вас сладкий, можете добавить ванили. Не сладкий, не добавляйте ваниль. Так, сейчас самое главное, чтобы крахмал не взялся комочками. Ну, крахмал это не мука. Ну, знаете, это рецепт у меня экспериментальный. Я его не готовила, сразу вам говорю. Меня он заинтересовал. Я увидела его в интернете. И поэтому я не знала, как у меня, на глаз. Мой глаз это лучше всего, лучшая мерка. Вот я посмотрела, и половник, что мне не хватает немножко густоты. А так можно крахмал отправить туда. Все, видите, без проблем. Все растворилось. А, и тут же у нас еще растительное масло. Пусть постоит минут 10. Нагреваю сковородку. И, как говорится, допросят меня азиаты, для которых рис это хлеб. Я буду использовать для первого раза кусочек сала. Потому что я не изменяю своим традициям. Почему, я уже вам рассказывала. Нагреваю хорошо сковородочку. У меня 15 минут постояло тесто. И единственное, что я еще добавила, для, я не знаю, как поведет, это уже сама, чайную ложку разрыхлителя. Так, ну что, я думаю, что разогрелась уже сковородочка. И сейчас я беру половничек и наливаю. Все, как всегда. В этой сковородке у меня не полный. Я хочу тоненькое, поэтому вот так. Смотрите, как сразу прозрачные рисовые блины, они прозрачные. Все, добавляю огонечек средний на среднем. Вот так. И до готовности. Мы будем переворачивать. Точно так же, если хотите сливочный вкус, маслом сливочным смазывайте и сахарком. Смотрите, какая масса. Просто шикарно. Если вы немножко сомневаетесь, что у вас там вот вы чувствуете, как будто бы... Но если вы сварили рис, то это будет просто, как вы готовите блины на рисовой каше. А у меня вот это как будто бы рисовая мука. То если вы сомневаетесь, вы можете немножечко... Ну, краешки отходят. Смотрите, я ничего не выключаю. Вы можете через сито процедить, чтобы не осталось там меленьких частиц. Ну, и крахмал, если вы там добавили, что у вас не разошелся. Это все по желанию. Но, вот вы видели, стояло тесто у меня 15 минут. Оно просто шикарное. Просто шикарное. Я вам скажу, что даже можно было не добавлять ложку крахмала. Я смотрю, как вот отходят краешки. О, видите, они беленькие. Они не сильно зажариваются. Так. И готовим тарелку, куда будем выкладывать готовые уже блины. Тарелку я беру без салфетки. Вот ставлю рядом. И сейчас из сливочного масла маленький кусочек отрезаю. Сразу на этот блин, на тарелке. А, горячо. Смотрите, держится шикарно. Сразу масло, потому что быстро остывает. Прямо так кусочком. Можете растопить. Ну, я никогда так не делаю. Вот кусочек, пока горячий у вас блинчик. Вот смазали. Видите, и еще и осталось. И на следующий блинчик, на ножик. Вот так. Еще один выливаю, чтобы вы убедились в том, что это легко. Вот смотрите, даже не буду уже смазывать. Все отлично. Даже полполовничка. Беленькие такие. Все сейчас схватится. Переворачиваем. Они станут мягенькие. Они станут мягенькие такие. Их можно будет начинять. Но вкус у них совершенно другой. Не такой, как на молоке и на пшеничной муке. Ничего даже не делая. Вот смотрите. Видите, как легко краешки отходят. Посмотрите. Без проблем. Я же говорю, что можно даже не добавлять. Крахмала. Вот такая красота. Что я вам хочу сказать. Эти блины жарятся в три раза быстрее, чем обычные. Я немножечко сливочным маслом. Посмотрите. Я уже ничего не смазываю. Ничего абсолютно. Набираю тесто. Выливаю. Сейчас у меня уже последнее тесто. Сейчас секундочку. Хотела показать вам последнее тесто уже. Это выливаю на сковородку. И смотрите. Пока я даже выливала. Сейчас я позамазываю. Уже все подхватилось. Видите. И моментально начинают края отходить. Моментально. Видите. Уже корж весь сам сухой. Это просто что последнее. И переворачиваете. Все. Меньше минуты. Все готово. Что. Очень довольно таки прилично получилось. Последний. Вы можете делать рисунки. Какие хотите. На сковородочке. Просто в бутылку. Выливаете в пластиковое тесто. И делаете рисунки. Какие вам нужно. Это у меня просто последнее тесто. И вот я сделала такую. Не знаю. Медузу или что это. Давайте вот так перевернем. Потому что это еще очень. Вот так вот перевернем. И давайте попробуем вот этот вот рисовый блинчик. Смотрите. Они не зажариваются. Даже на большом огне. Они белого цвета. Видите руки. Они тонкие. Видно руку. Даже можно через этот блин. Можно читать. Они очень эластичные. Смотрите. Эти блины очень хорошо подходят для начинки. Потому что начинка. Вкус свой. И сам блин уже. Это не просто тесто мука. А это рис. Вкус риса. Так что очень-очень хорошо. Я просто видела идею с этим рисом. Что как получать рисовую такую жидкость. Ну а добавила яйца. Уже свой. Как говорится. Включила мозги. И получились вот такие. Вот очень хорошие блины. На вкус я их пробовала. Они очень вкусные. Давайте. Вот смотрите. Вот они. Они рвутся очень легко. Вот они. Видите какие. Они мягенькие. Ну и на вкус они очень-очень хорошие. Сахара немного. Я этого и хотела. И сейчас я. Вот смотрите. Вот такой у меня комплект. Я сделаю. Можно пустые. Но все-таки эти блины будут вкуснее с начинкой. С любой. Можете добавить курицу вареную. Можете рыбу. Можете грибы. Что хотите. У меня сегодня свежий огурец. Вот такой сливочный сыр с зеленью. И вот такая вот рыбка. Лосось слабосоленый. Сейчас я пару блинчиков заверну. Первое, что я делаю. Это на слайсе. Или тонко ножичком. Как хотите. Пару блинов сделает. Поэтому не сильно много. Если семечки старые. То конечно удаляйте семечки. Чтобы не было лишней влаги. Сырок. Открываю. Можете брать плавленый. У меня вот чуть-чуть тут зелени. Видите? И открываю рыбу. Рыбу эту я не сама делаю. Это я покупаю такую. Она очень вкусная. Так. Сейчас я беру кусочек рыбки. Вот такой вот. И нарежу. Тоненькими такими. Понятно, что это вот количество рыбы зависит от толщины вашего кошелька. Можно прямо целыми кусочками. Можно полностью. Но я вам скажу, что нужно, чтобы чуть присутствовал вкус рыбы. Так. Теперь я беру блинчик. Вот он. Видите? Какие все красавчики. Просто красавчики. И беру сливочный сыр. И наношу его на блинчик. Сыр можно наносить по всему блину. Извините, вы не видите. Вот так слегка. Здесь побольше в начале. В самом начале. А здесь можно слегка. Вот на один блин у меня чайная ложка сливочного сыра. Видите, какие они? Они мягкие, эластичные. А в то же время, вот смотрите, они не рвутся для начинки. Так. Выкладываем огуречек. Вот так. Количество огурца смотрите сами. Просто так, знаете, для свежести. И выкладываю рыбку. Чуть ближе. Вот так. И вот поэтому по толщине заворачиваю. Вот такой плотненький. Вот такой ролл. Вот так. Еще заверну. Вот рыбку я нарезала на два блина. Так и заверну. Не бойтесь. Ничего здесь не разорвется. Вот такие вот роллы получаются. Теперь берем подставочку для рыбы. Все-таки у нас же изделие с рыбой. Правильно? Вот на двоих, на двух этих блинчиках я вам покажу. Так. Как обычно, когда подаешь на стол, вот этот краюшек срезаешь. И этот тоже срезаешь. Потому что они все равно. Там начиночки совсем чуть-чуть. Это для того, чтобы повар попробовал. Ну и можете резать вот такой величины. Такие как роллы. Можете пополам. Ну давайте этот блинчик разрежем на три части. Один блинчик на три части. То есть при подаче на праздничный стол это очень удобно. Беру тарелку и выкладываю сюда. Смотрите, какие красивые. Эти роллы. И этот точно так же. Сейчас я вам все покажу, мои хорошие. Так, ну что. Блины готовы. Вот тот же огурец, что у меня остался с нарезки, пошел на презентацию. И чуть-чуть гранатового соуса. Хотите так, хотите подавайте просто палочками. Ну это как хотите. И я вам скажу, что сыры, блины просто и с этой сливочной намазкой тоже будут очень-очень вкусные. Если у вас нету рыбки. Ну что, о, видите, один упал. Давайте мы его и попробуем. И прям и в соус сразу упал. Видите, как хорошо. Очень вкусно. Ну что, что я могу сказать. Блины не бывают невкусными. Этот рисовый блин, он подходит хорошо для начинки. Он подходит как самостоятельное блюдо, очень вкусное. И эти блины очень подойдут вам, если вы будете делать блинный торт. Я считаю, что нужно приготовить один раз, чтобы убедиться, ваше это блюдо или нет. Все. До свидания. Счастливой, хорошей, вкусной масленицы вам. Готовьте. Это символ солнца, радует вас. Будьте здоровы. А заходите ко мне на канал, на семейный наш канал. Подписывайтесь. Делитесь в соцсетях. Заходите на каналы других блогеров. Очень много толковых, хороших блогеров, которые готовят блюда домашней кухни. Но домашняя кухня, она самая-самая вкусная. До свидания. До новых встреч. До побачья. До новых зустречей. До новых зустречей.